Нежданчик такой, да, действительно, я тебя попросил, Светлана, давай выходим, мы с тобой сделаем запись, потому что ты расскажешь свои находки там интересные, про левитационное движение. В прошлый раз ты там стихотворение мне прислала свое, мы там ее в книгу поставили, она скоро выйдет, новая книга. А видишь, я рисую вот этого молодого человека, да, и никак не мог понять, зачем я его рисую, какой смысл в нем, Наташу попросил Кузьмину нашего из Беларуси писателя, и она подошла и говорит, да возьмите там красное, немного покажись, Наташа, чтобы интересно было. Это же коллективное творчество. Это он мне жениха рисует. Привет. Это жениха рисует. Да, ну что-то он грустный такой, вот, жених-то твой получил. Но он, нет, он не грустный, он просто, он задумался, Хатай Мегамед, да, он задумался, он присматривается. Да, он с этой кисточку, да. У него даже во взгляде есть удивление, я бы сказала. Ну, самое главное, это такой заморский гость, принт для Наташи. Да, вот это будет здорово, будем все тогда радоваться, хлопать, во-первых, когда книга выйдет. Хатай Мегамед, что-то вы четыре века назад, пять. Да что ты говоришь? Слушай, там некто писал такую вещь, комментарий интересную, что какую бы вы картину не нарисовали, хоть даже вы нарисуете пень, или печку, или там леса, или девушку, все равно ваши глаза там видны. Я не понимаю, такое может быть, наверное, может быть. Ну, это так у вас душа пробивается на холсте. Так она у вас воплощается, я думаю. Света Беспалова, наш участник активной школы «Человек будущего» Homo Futurus, которая уже есть у нас и в книге в прошлое. И я сейчас тебя, Светлана, хочу попросить, скажи, какие идеи ты там развиваешь по поводу левитационных упражнений, там, чтобы, если руки не расходятся, допустим, автоматически на идеомоторном рефлексе, ты там предлагаешь, скажи свои идеи. Так, сейчас все по порядку расскажу. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что имею счастье с вами общаться. Мы с вами уже 4 года. Вот сейчас вот эти дни 4 года. Венщины какие-то благодарные, друзья. Обязательно они поблагодарят, поздравят с днём рождения, пожелают здоровья. Береги не наши, да, береги не наши. Итак. Вот. И я вижу, какие изменения за эти 4 года произошли. Даже в вашей способности донести метод, как изменились слова, которыми вы доносите. То есть стало всё настолько просто. Это такой большой-большой путь, но он необычайно интересный. Это просто как путешествие такое во времени. Вот. И я хочу сказать, вот мои находки, ну они, я думаю, что очень скромные. Сначала, когда я познакомилась с ключом. А так обычно, очень скромные, да, мои находки очень скромные. Молодец, Света, молодец. Наша школа, человек больше, хомо футуру с лучшим в мире, потому что так, ну, будущее. Это не то, что мужчине там сразу в первую очередь напишут, да что за ерунда такая, да что за мазня какая-то. Ну, потому что не вникают. И вообще я заметил, знаешь, я считаю долгом своим сейчас это сразу сказать, что то, что выше нас по пониманию, и у меня тоже, смотрю, что это выше моего понимания, мне сразу кажется, что глупость. Вот. А у нас уже вот, потому что мы всё время даём неожиданно уникальный контент, и уже 123 тысячи подписчиков за 2-3 недели собралось. Класс. А сейчас соберётся и 200, потому что мы всегда говорим что-то интересное, всегда говорим афоризмами. Видишь, я сказал, то, что кажется непонятным для нас, кажется ниже нас. И мы говорим глупость. Вместо того, чтобы немножко напрячь ум, а это всегда сложно, потому что мозг работает таким образом энергоэкономно, то, что требует энергетических затрат, напряжения и так далее. Нам всё время хочется отойти оттуда, не заниматься этим и просто раскритиковать. Ну, давайте. Включается противодействие, потому что то, что незнакомо, значит, ну, если я этого не понимаю, то, значит, это какая-нибудь ерунда. Да, потому что человек спасается тем, что у каждого человека есть чувство внутренней собственной исключительности. Иначе бы он не выжил. Это ощущение своей исключительности позволяет ему прощать себе то, что другому бы он не простил. Это ему не позволяет выживать. Когда он бы понял, какой он идиот, понимаешь, он бы сгорел со стыда, но он же не идиот, он по природе творец, он это инстинктивно чувствует. Ну, просто не хочет затрачивать энергию. И поэтому сразу говорит, да, это ерунда. Ладно, я тут заболтался. Главное, чтобы этот механизм, что он самый исключительный творец, чтобы он не ломался. Не уходить в самообвинение и в то, что я ничего не понимаю, и вот я такой раз такой. Вот ключ в этом первый помощник. В общем, я расскажу так. Сначала, когда я познакомилась с ключом, я пыталась движение, ну, как бы вспоминать в детстве то, что я любила. Я любила качаться на качелях, кататься на коньках, на лыжах. Я все это пробовала. И, кстати говоря, это помогло мне вспомнить детство, вот вспомнить в таких ярких красках. То есть прямо вот фактически ты туда попадаешь, когда ты вот это моделируешь. То есть это такие незабываемые впечатления, просто очень сильные. Вот, но с годами, вот по истечении вот этих четырех лет я могу сказать, что все настолько проще, вот что все настолько проще, что твоим спасительным движением, ключом, да, к тебе может быть вообще любое движение, которое тебе гармонично в данный момент времени. И вот мне особенно запомнился, ну, вчерашний вебинар, я хочу поблагодарить, он был прекрасный, супер, мега волшебный. И такая дискуссия завязалась, и выяснилось, что столько поэтов присутствует. И вообще, в общем, очень интересно, очень интересен подход Шейлы. Это как бы ключ в другом варианте, да, как она преподнесла. Кстати, даже само, вот я как поняла, что сначала нужно усилить то напряжение, вот в ее прочтении ключа, которое есть у человека, заложив туда перезагрузку, то есть заложив туда проблему, которую он хочет решить. И даже сама подготовка к ее появлению на вебинаре вызвала повышение этого напряжения, да. Это так как бы техника органично сработала, вот. Но помимо вчерашнего вебинара, я присутствую практически на всех, но вот мне лично, мне были такие, там, где была подушка безопасности, где, да, потом, где придумывали таблетку, там у меня тоже, да, я в таблетки превращала свои картины, как бы они такие у меня капсулы становились в образе, и ты глотаешь там, а тут вот я сейчас гору проглотю, чтобы у меня сил побольше было, а тут вот я там дорогу дальнюю, да, там, или море, чтобы успокоиться, вот. Вот, но вот августовский вебинар, где была надежда наша в гостях, ее фразой, а что хотят мои руки, вот это так еще было. Пайпалова наша надежда. Да, 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 да. Вот, большое спасибо. Мы сейчас допустим не к тому, чтобы руки расходились на автомате, на основе идеорефлекторного. Да, да, да. А еще, если не получается, она тогда посоветовала. Я напоминаю тем, которые не знают, не смотрели эти вебинары. Она тогда посоветовала. А вы прислушайтесь к рукам, а куда они хотят двигаться, и отпускайте их туда. И они пошли. И она говорит, я сразу раз и вошла в это состояние освобождения, и все у меня стало получаться. А АКО наша, АКО из Америки, помнишь, что она предложила? Она предложила, если руки не двигаются на автомате, на рефлексе, по твоему желанию, тогда, говорит, мы сильно можно это несколько раз себе попредставлять. Вот просто сидишь и представляешь, что ты это делаешь без помощи телесной. Несколько раз представила, и если ты барьер преодолел психологически, то потом у тебя уже все получается. Это очень интересно. Вообще у нас участники школы потрясающие просто. Да, но просто здесь кому что больше подходит, кому-то труднее представить образом, а кому-то легче через действие, а кому-то легче представить образом. Но вот у меня получилась такая история, вот на августовском вебинаре. Я на том вебинаре, у меня такое положение было, я как бы немножко уставшая была, и я его слушала полусидя, полулежа. И вот мне неохота было вставать, не хотелось каких-то движений, хотя обычно я активна там, и все, что говорят, как бы делать, вставать, качаться, ну или сидя. В общем, я как-то более активна. А здесь у меня, наверное, было какое-то, можно быть, интуитивно, подсознательно, что нужно расслабление, и вот такая мне поза была приятна в тот момент. И я начала делать маленькие движения. То есть сначала у меня движения были с амплитудой. Просто это кисти рук и стопы. Вот стопы. То есть вот я лежала и ими вот так вот болтала. Вот болтала, болтала, болтала. И еще надо сказать, что у меня, ну как бы, такое присутствует напряжение в шее, но у меня есть там явные проблемы с шеей, в шее и в руках. И вот я так болтала, болтала, и под этот убаюкивающий голосок, только я хочу сказать, что он немалое значение все-таки имеет. Вот. И у меня так раз и отпустила. И у меня такое было ощущение, вот что такое отпустила, вот на физическом уровне, да, так как у нас психика и физика – это единое и целое. То есть отпустила. Я почувствовала, что как будто у меня в шее снялся вот зажим просто, она у меня стала длиннее. Вот как будто плечи, вот знаете, вот ты сбросил гору с плеч, вот как будто раз, вот так. И потом… Собождение. И вот эти микро, вот это не какие-то там, вот у тебя были плечи вот так, а потом они раз и раз, нет, они были внизу, но ты почувствуешь вот на микро уровне, что что-то ушло, и они у тебя раз, и так глаза закрываешь, и как будто они все, у тебя шея длиннее, а плечи все ниже и ниже. То есть вот так вот снимается, снимается, снимается. Я думаю, такой кайф вообще. Вебинар шел дальше. Значит, там как раз было ключевое дыхание. И после этого дыхания там следующее движение. И я решила даже не делать движение кистями, рук и стопами, а просто вот у меня лежали руки расслаблены, вот сейчас, чтобы было видно. Да вот они лежат у меня там, где было удобно. И я начала вот такие движения пальцами делать. Даже вот в какой-то момент я поняла, что даже это не видно, что я там как-то сокращаю или напрягаю пальцы. Вот. И такой был потрясающий эффект. То есть это слова Хасаи Магомедовича неоднократно, которые он говорил, что минимум напряжения, движения, которые вам приятны. Да, да, да. Именно я думаю, что вам ничего не стоит. Именно я думаю. Да, человек может думать, ну что же мне приятно. Он может вот даже голову надо ломать и даже сломать. Ну как же это вот мне так какое-то там положение занять, которое приятно. На самом деле, вот все гениально и просто, это настолько просто, что вот это действительно трудно понять. Да, 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 да. То есть, что ты просто вот лежишь, и ты не прилагая там или сидишь, или стоишь, никаких усилий. И ты просто вот начинаешь вот микро-микро какие-то вот колебательные движения. Вот. Но эффект был, конечно, потрясающий. А потом, после того вебинара с Надеждой, вот эта тема, а что же хотят мои руки, она так вот как-то запала в меня глубоко. И у меня пришел такой образ, когда я делала левитационные движения. Мне пришел такой образ, что вот есть гуттаперчевые куклы, ну или там театр Образцова, да, кто помнит, кто знает, где кукла на веревочках, на ниточках, вот такой кукольный, да. И допустим, или вот Карабас-Барабас, вспомните, у него там, да, кукольный театр. И вот ты кукла, можно закрыть глаза, можно с открытыми глазами, там кому как удобнее, если кто-то решит попробовать. И ты кукла, и у тебя срезали веревочки. И вот ты замерла в каком-то движении, например, да, и ты впервые знакомишься, то есть с тобой раньше управляли, а теперь ты знакомишься с свободой своих движений. То есть ты можешь сделать вот так, а можешь вот так сделать. Ты можешь повести... Как интересно, как интересно. Молодец, молодец. Да, ты можешь повести руками и как бы прислушиваться к тебе, как будто ты в первый раз вот двинул рукой, и ты ловишь ощущения внутри. А как мне это вообще? А что такое познавать это пространство, свободу вокруг себя, что я вообще могу делать все, что хочу? И получается таким образом, как, ну, если вот закрыть глаза, и ты увидел, допустим, эту куклу или себя в образе этой куклы, или вспомнил какой-то, ну, кукольный мультфильм или что-то из детства, и ты, ну, как-то как будто отражение ее, вот этой куклы. И ты можешь руками и ногами, ты можешь совершать любые действия, то есть знакомиться вот с этими действиями. Раньше ты их делал на, ну, как сказать, то есть вот нужно тебе там взять чашку, да, ты протягиваешь, руку уберешь. А здесь тебе не нужно, ты просто как бы можешь это сделать, да, и почувствовать, а что такое руку протянуть? Вот эти движения, если они плавные, ну, наверное, здесь что-то есть с цигуном, может быть, общее. Ну, я думаю, что это... Конечно, это во всех видах, и в цигуне, и в спиральной, и в йоге, там, в шейпинге. Это как первый вариант, то есть ты кукла, у которой срезали эти веревочки. И ты, наконец, обрела свободу, и ты можешь делать любое действие. Другой вариант этого, потом уже я додумалась, что, а вдруг ты наоборот, кукла, которая на веревочках, и тобой водит. То есть не ты управляешь своими движениями, а тобой. Точно так же можно закрыть глаза. То есть изволится, как будто ты марионетка. И твоими руками водит, да. И у тебя, как бы, получается непроизвольные движения, они не твои, тобой управляют. Как гипноз, человеком управляют. Вот ответственность на гипнотизеры. Да, и у тебя снимается контроль. То есть ты представляешь, что это кто-то. Ты можешь представить эту марионетку, которая движется, и ты повторяешь ее движение. Ну, то есть здесь масса вариантов, вот насколько фантазии хватает. Вот я хочу сказать, какие потрясающие вещи ты рассказываешь. Потому что вот эта тренировка, побыть куклой привязанной и управляемой, и побыть куклой свободной, и поискать свободные движения, это тренирует нас не подчиняться прямым указаниям, а думать своей головой. Это, по существу, нас развивает в творческом мышлении, в воображении, в самоидентификации, в самопроверке. Развивает нашу личность, конечно. А то многие же мы привыкли только подчиняться авторитету, подчиняться чужой воле, выполнять его команды. Да, вот здесь как раз развивается сама вот эта вот самобытность человека, как творца, открывается. Это очень интересные вещи ты рассказываешь. Спасибо тебе, Светлана. А можешь ты стихотворение прочитать? Могу, но я вот сейчас обязательно прочту, я хочу два прочитать. Но я еще хочу рассказать то, что вот недавно как бы еще я подумала по поводу левитации, подумала и попробовала сделать. То есть если в левитации руки не расходятся, человек напряжен, и он ждет, даже если он представил, что он свободно руки держит, но как бы он ждет, что они пойдут. Можно начать делать микродвижения пальцами. Ну вот, чтобы видно было вот так. Вот так. Вот я попробовала так сделать. Таким образом, как бы получается, что ты контроль с ожидания, что руки у тебя должны разойтись или сойтись, или там вверх, в сторону пойти. Ты как бы, получается, переключаешься на вот это вот движение. А эти микродвижения, ну тут кому какой образ ближе. Либо ты играешь на пианино, либо ты перебираешь там, ну что можно пальцами перебирать, либо ты стучишь по столу как будто, либо это такие маленькие веселки, и ты как будто в воде гребешь или в воздухе, и у тебя от этого движения руки начинают расходиться. То есть они, ну как сказать, любое движение, то есть вот мы начали там, или это пальчики, вот как в детстве там, ой, идет коза рогатая, да. То есть она же идет, да, коза, то есть мы пальцами показываем. То есть это у нас как бы автоматически мозг реагирует, что это должно быть какое-то движение. И руки поневоле начинают расходиться. То есть вот такое интересное у меня открытие было. Такие у тебя. Вот посмотри, я замечал часто, когда мы проводим ликбезы бесплатные или вебинары, когда человек пробует положить их как на воду и вообразить, что руки расходятся, он невольно, у некоторых людей, потому что напряжение требуется сбросить при этом, пальчики на самом деле начинают вот так делаться. Так вот ты сейчас предлагаешь как раз таки осознанно вот так вот делать? Да, 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 да. И предлагаешь образ, который совпадает с этим действием. Ты говоришь, вообразите себе, что ваши пальчики на пианино или где-то, то есть когда образ совпадает с действием, больше освобождение происходит, потому что когда соединяется ум, эмоции и тело, то есть действие происходит сразу согласование психических, физиологических процессов, а это и есть гармония. Сразу стресс падает, напряжение падает, и человек выходит из стрессового состояния, ему так легко, и он говорит, отпустила. Да, вот такими микродвижениями, ты молодец. Слушай, я хочу сказать. Да, и... Хосем Гамец, да. А еще про воду. Спасибо. А еще про воду. Вот я забыла сказать. Вот этот образ, предложенный тоже участниками школы, что ты руки положил, ты положил их на воду, да? И я вспомнила, как мы любим, когда мы оказываемся в водоеме, на реке, на озере, на море или в бассейне, как мы с детства любим брызгаться. Вот это каждый, наверное, человек. Да, да, отлично. Вообще образ воды, он очень сильный в психотерапии, в психологии. Это образ, это движение, это жизнь, да? И если у человека, ну, то есть можно предложить такое движение, попробовать, как будто ты кладешь руки на воду, и ты начинаешь брызги создавать. То есть вот ты колотишь руками по воде, вот ты колотишь, и все брызгается. Таким образом, вот такая классная разрядка происходит. Но это кому подходит, вот могут попробовать. Ты и так волны эти поднимаешь, и так. То есть ты вот раз брызгал и от себя вот так вот, и все проблемы от себя вот так отталкиваешь. Вот. А потом, когда успокоился, и ты вот как будто у тебя ручки в воде, и ты спокойно в этой воде водишь, водишь. Сейчас меня в трасс водишь, да? Ты прямо меня... Ну, потому что, Сокер, молодец, молодец, Светлана. Я горжусь тобой. Я вообще нашей школой горжусь. Слушай, такие потрясающие у нас все участники. Это удивительно. Вот вебинар, который был вчера вот, «Как снимать паники и раскрыть творческие способности», мне там пишут, это триумф, потому что это, говорит, вышли люди туда, когда они делились тем, как они снимают страхи, а потом они начали стихи читать и песни петь. Это вообще, говорит, триумф. Это, говорит, один из лучших вебинаров, который был за этот год и так далее. Я вообще считаю, что это потрясающий вебинар был. Я вам всем благодарен, кто там участвовал, потому что тема была наисложнейшая. Как снимать паники и открывать творческие способности, развивать качество творческое. И вдруг это было наглядно, видно, убедительно, когда все вот люди разного возраста демонстрируют это на своей личной практике, в своей жизни. Это потрясающе. Я пользуюсь его моментом сейчас всех поблагодарить за это, всех участников. На самом деле был триумф. Да, но мне кто-то там написал в комедии, конечно, как обычно пишут, что у меня было плохое настроение, я не спала несколько суток, и поэтому смотрел этот вебинар. Ну, зачем эти все счастливые лица? Они так раздражают. У меня плохое состояние, они мне еще больше раздражают. Я целых четыре часа это наблюдала. Вы же должны покороче все делать. Ну, понятно, понятно. Надо же делать коротко, ясно, понятно. Чтобы сделать понятно, как раз это было такой большой труд. Эту суть надо донести. Да, 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 да. Да, ну так вот. Спасибо тебе, Светлана. Я очень тебе благодарен. И всем участникам нашей школы очень благодарен. Потому что наша школа, человек будущего, Homo Futurus, это на самом деле окно в будущее. потому что мы все время, все время заняты только тем, чтобы раскрыть в человеке творца. Потому что он по природе и есть творец, просто некоторые об этом не знают. Не знают, да. Спасибо вам, Хасам Гомедович, за вчерашний вебинар, за метод «Ключ», за возможность открыть свои таланты. Да, которых у нас много, и многие у нас открывают, но кто-то почему-то не открывает, потому что он думает, а толку-то что? Вот сейчас мы в следующий раз будем говорить о том, а как же, открывая свои способности и занимаясь любимым делом, еще и выжить в наших реальностях, где нужны еще и деньги, где еще нужны какие-то другие качества. Как все это совместить в человеке и творце, чтобы он оставался человеком? Потому что... Могу на эту тему стихотворения прекрасно и есть. Человеку о человечности. Да, да, давай. Да? Большое стихотворение. Давай большое. Давай большое. Так, я хотела два... Интересно, не смотрит и переходит в тик-ток. А мы будем... Да. Так, я его открою. Человеку о человечности. Я... Кто меня не знает, но меня никто не знает. Скажем так. Вот, стихи начала писать я год назад под прошлый Новый год. То есть это декабрь, январь. Вот сейчас как раз годовщина. И вот то стихотворение... Я сейчас хочу прочитать два стихотворения. Одно большое и очень серьезное. Второе тоже серьезное, но оно такое светлое, как бы завершая сегодняшнюю встречу, пусть оно будет. Вот одно стихотворение первое, оно написано год назад, оно одно из первых. То есть это такие злободневные проблемы и то же время, вечные ценности, которые сейчас как бы задвигаются у нас, да, в жизни на второй план. То есть то, что меня волнует, то, что волнует, ну, наверное, большинство людей. Но как-то вот мы с экранов и отовсюду, мы видим немного другое. А хочется вот эти темы поднимать, потому что без этого человечество не двинется дальше. Вот это стихотворение, оно как бы написалось год назад, но дособрала я его где-то вот по осени. То есть как бы оно такое, так как темы очень серьезные, то и писалось оно непросто. Вот, ну, выношу на суд зрителей. Человеку о человечности. Жизнь летит, листает день за днем, Год сменяя годом, век за веком, Нравы изменяет ход времен, Все сложнее остаться человеком. В тренде быть, от моды не отстать, Мы бежим, догнать, пытаясь бренды. Круче в соцсетях себя подать, Получить от жизни дивиденды. Средь тенденций проявить харизму, Стать экспертом с кучей достижений, Кайф словить и наслаждаться жизнью, Плыть в потоке острых ощущений. Чувства нам заменят впечатления, Эмпатичным быть научат курсы, И онлайн, найдя предназначение, Мы оффлайн возьмем взаймы ресурсы. Можно мозг себе не загружать, Не терзаться чередой сомнений, Проще быть, не думать, не решать. Юный блогер нынче лидер мнений, Не в чести теперь профессора, И расклад сменился поколений. Отроки, легко срубив бабла, Нам преподают азы вложений. Модно стало родину ругать, Позабыв азы патриотизма, На заказ историю писать, Исказить свершение отчизны. Все устарело, Нравственность, мораль, И сделки с совестью теперь в почете. Пилить бюджет, Вот времени деталь, И сумму округлять на личном счете. Ген потребительства себе привив, И разделив по кошелькам на классы, Мир в супермаркет ловко превратив, Стоим по жизни в очереди в касту. Не учим с детства родину любить, Вещаем взять кредит и ипотеку, Авто покруче, тряпок накупить, Остаток денег отнести в аптеку. Друг другу мы всего лишь конкуренты, Все время продаем и продвигаем, За прибылью погнались и контентом, К обману и уловкам прибегаем. Нам нужно друг от друга закрываться, Стеной, замком, охраной и забором, Пин-кодом и паролем защищаться, И жить под неусыпным камер взором. Колл-центров нас преследуют звонки, Сплошные выгоды, кэшбэки, акции, Смартфон стал продолжением руки, Затягиваясь в бездну информации. Стал человек опасен всей планете, От нас страдают рыбы, птицы, звери, Моря, леса, мы губим все на свете, К самим себе не стало в нас доверия. Уже не реки жизни, а пучина Несет нас в ней со скоростью кометы. Куда? Зачем? В чем смысл? В чем причина? Нет времени сейчас искать ответы. Не ищем смыслы? Получаем стрессы. Чат-бот нам от них дадут советы. Попались мы на удочку прогресса, Опутавшись с сетями интернета. Теперь у нас другие интересы. За лайки личной жизни знать секреты. Кем? От кого? Развод или в процессе? Что носит и какой рецепт диеты? Откроют фейки, новостей, парад. На злобу дня зарядимся агрессией. Прогресс ушел вперед, а мы назад. И вновь живем в эпоху мракобесия. Что делать? Кто же виноват? Извечные опять стоят вопросы. Нам роботы план действий утвердят, Из гугла обработав суть запросов. А может быть, наука даст ответ, Предложит нам идею вакцинации, От лжи и глупости создать иммунитет, Чтобы не дожить до полной деградации, Чтобы равнодушие в нас вирус извести, Предательство, корысти, бессердечности, По капле совести неплохо бы ввести, Привить для повышения человечности. Мы звались раньше «человек разумный», Мир разрушая вместо созидания, Погони за корыстью так бездумно Забыли о законах мироздания. И день и ночь, живя в рекламном буме, Мы разменяли ценности на цены, Среди купепродажного безумья Вдруг главное сочтя второстепенным. И глядя за деяний беспределом, Вселенский разум затаил на нас обиды, Не смыло б нас с земли волною гнева, Не повторить бы участь Атлантиды. Сказал поэт, о времена, о нравы, Другой, что времена не выбирают, И все-таки у нас осталось право быть человеком, Каждый сам решает. Планета кружится, за веком век, Меняя нравы, времена, цивилизации. Пусть для потомков слово «человек» Своей не потеряет репутации. Браво, браво, восторг. Очень серьезное стихотворение, Очень глубокое стихотворение. Прямо погружаешься в современность сегодняшнее И заново вспоминаешь, Что надо быть человеком. И теперь, пожалуйста, еще одно прочитай, Которое ты обещала в конце, Да, позитиво. А это стихотворение, Оно на контрасте, Оно просто о простом, Как хорошо жить, Хотя очень часто нам так не кажется. Это стихотворение родилось у меня В новогоднюю ночь, Вот в первые часы этого нового 2022 года. Как же это прекрасно – жить, Знать, что новому дню быть, Слышать, как поют задушевно птицы, Видеть небо, На солнце жмуриться сквозь ресницы, Слушать музыку, Море, дождь, ветер, Восхищаться простыми вещами на свете, Загадать желания новогодней ночью, Волноваться на первом свидании очень, Провожать облака, Встречать рассветы, Заблудиться в детских воспоминаниях где-то, Мечтать о сокровенном подзвездопадом, Загрустить в листве осеннего сада, Улыбаться красивым цветам у дороги, Удивляться, как создали мир таким боги, Ловить снежинки, Вдыхать запах розы, Искать ответы на жизни вопросы, Ждать весну, Верить в чудо, Не вешать носа, Или тихо заплакать просто, Ощутить свою боль, Свою радость, И прожить все, Все, что досталось, Как же это прекрасно, Жить, Быть собою, И просто быть. Быть и любить, И творить, Да, Быть и любить, И быть человеком, Как прекрасно, Я еще заметил, Мне сегодня в голову пришла одна мысль, Что очень много людей побеждают в жизни, Но часто бывает, Что победа не случилась, И в этот момент им хочется сказать, Главное, Духом не падать, Что бы ни случилось, Духом не падать. И вот дело в том, Что люди все вот такие, Всякие такие мысли, Афоризмы воспринимают как правильные, Ну, к семье почему-то не относят, Потому что когда в очередной раз У них случается неприятность, То, чего они не ожидали, Они иногда падают духом, Они вовсе не думали, Что вот этот афоризм Касается их лично, Конкретно каждого, Всегда, И в каждую секунду, Духом не падать, Это и есть тоже человечность. Спасибо тебе, Светлана. Спасибо вам. Спасибо всем нашим участникам Школы Человек будущего, Homo Futurus. Всех обнимаем. Да, до следующего ролика. Да, до связи. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.